Глава восьмая. Дронго обычно просыпался довольно поздно, так как был ярко выраженной совой и при своем образе жизни мог позволить себе подобный режим. Обычно он засыпал ближе к рассвету, чтобы проснуться в полдень. Но на этот раз Дронго проснулся в одиннадцатом часу утра. Еще раньше он почувствовал, что Джилл уже давно нет в комнате. Ему стыдно было признаться, но он до сих пор делал определенные усилия, засыпая в ее присутствии. Какой-то непонятный, почти звериный инстинкт не позволял ему засыпать в присутствии других людей, даже самых близких. Присутствие любого человека, даже Джилл заставляло его напрягаться, нервничать, просыпаться от малейшего шума, может потому, что он привык спать один, а может потому, что это было последствием той давней истории, когда только чудо спасло ему жизнь в индонезийской тюрьме, где он успел проснуться за мгновение до того, как наемный убийца напал на него. Джилл проснулась в девять и беспокойно заворочалась в постели. Затем она поднялась и прошла в ванную комнату. Он слышал каждый ее шаг, каждый шорох, хотя действительно спал. Но какое-то второе сознание не давало ему окончательно провалиться в сон и заставляло прислушиваться к ее шагам. В половине десятого она надела купальный костюм, светлую юбку, майку и, забрав свою большую пляжную сумку, вышла из комнаты. Только тогда он позволил себе снова крепко уснуть. Теперь, окончательно проснувшись, он набросил халат и вышел на балкон. У бассейна никого не было, очевидно, все спустились вниз, чтобы искупаться в холодных водах утреннего моря. Солнце уже поднялось довольно высоко и не било в глаза, что было очень кстати во времена летнего солнцепека. С третьего этажа можно было увидеть кромку пляжа. Кажется, там собрались почти все, но отсюда трудно было разобрать, кто есть кто. Он прошел в ванную комнату, чтобы принять душ. Привычка принимать душ два раза в день появилась у него давно. И теперь он не изменял ей почти никогда при любом удобном случае, вставая под воду хотя бы на несколько минут. Он постоянно чувствовал эту потребность, словно тело излучало неведомую ему энергию, которая следовало смывать водой. А может, секрет был в его неприятной работе, при которой ему подсознательно казалось, что он пачкается, встречаясь с различными людьми, с которыми ему по неволе приходилось общаться. А они не всегда были теми людьми, с которыми хотелось бы иметь дело. И таким образом он подсознательно пытался очиститься, вставая под душ и чувствуя, как вода успокаивает его взбодораженную нервную систему. Тщательно побрившись, он вышел из ванной как раз в тот момент, когда в комнату вошла Джилл. У нее были мокрые волосы и почти счастливое выражение лица. Она улыбнулась ему, проходя в ванную комнату. — Купалась в море? — спросил он. — Здесь потрясающий пляж! — крикнула ему Джилл. — Я даже удивилась, но здесь почти нет камней, только ровный песок. Такой я видел только на Абшироне, в Баку. — Значит, он еще и почистил море, — сказал Дронго. — Здесь не может быть песчаных пляжей с этой стороны острова. — Тогда он настоящий молодец! — рассудительно отозвалась Джилл. — И ты не поверишь, кто сегодня утром плавал вместе со мной? — Твоя протеже! — Снежан Николаевна, — помрачнил Дронго. — Вот именно! Я даже испугалась и немного отплыла в сторону, как будто она могла меня утопить. Но она так мило со мной поздоровалась и вообще была очень любезна. — Вы плавали вдвоем? — Там были почти все. Спустился вниз хозяин виллы. Был супруг Снежан Николаевны, Артур Бэкман и его жена. У нее абсолютно потрясающая фигура, хотя грудь действительно не очень большая. Для женщины, которая рожала три раза, она выглядит просто замечательно. И больше никого не было. Были. Еще пришла секретарь этого духовного наставника, кажется, Руна. Она заплыла так далеко, что мы даже испугались. И решили послать за ней лодку. Но она повернула обратно, чистовски серьезно разозлился и отчитал ее, сказав, что на его вилле еще никто не тонул. А в конце пришли Стивен Харт и Аманда. Ну, тут я уже решила уйти. Аманда разделась и продемонстрировала всем свой новый купальник. Лучше бы она пришла голой. Две полоски на груди и одна внизу. Почти все открыто. Честное слово, это не купальный костюм, а просто полоски ткани, которые ничего не скрывали. Она могла купаться и без купальника, добродушно заметил Дронго. Теперь я жалею, что меня там не было. — Как тебе не стыдно? — выглянула из ванной Джилл. Неужели ты такой же, как все остальные мужчины? Они делали вид, что не смотрят на Аманду, но все только туда и смотрели. И ты знаешь, что удивительно? По-моему, это даже доставляет удовольствие мистеру Харту. Он бывает счастлив, когда другие мужчины смотрят на его жену. Во всяком случае, мне так и показалось. Она предмет роскоши, которым он владеет. Все правильно. Так и должно быть. В этом обществе жен приобретают как породистых скаковых лошадей, которые должны соответствующе выглядеть, умело горцевать и сохранять осанку. Обрати внимание, что почти у всех мужчин, кроме меня, это не первые жены. У Деменштейна и Чистовского это вторые жены, у мистера Харта четвертые. Насколько я понял, Изольда Немченко вообще не супруга Автандила. — Значит, только футболисты и я можем похвастаться одним раком. — Он ничем не может похвастаться. — Просто такой бабник, которому досталась прекрасная жена, — возразила Джилл. — Понятно. Значит, это относится и ко мне. — Я так не сказала. — Ну, я все понял. — Значит, вниз не спустились только я и наш проповедник. Остальные были на пляже. Не все. Не было нашего Тамады с его подругой. По-моему, он вчера перебрал. Или предложение мистера Харта застало их врасплох. А когда госпожа Немченко согласилась, ее другу это явно не могло понравиться. — Очень не понравилось, — согласился Дронго. — Ты уже позавтракала? — Нет, только выпила стакан апельсинового сока. Его выжимают прямо при тебе. Спустись и попробуй. И еще попроси, пусть смешают с другими фруктами. Будет вкусно. Он надел светлые брюки, синюю майку с короткими рукавами и вышел из комнаты. Выходя, он невольно замедлил шаг, прислушиваясь. Но из комнаты рядом с ними, где остановились Автандил и Изольда, не доносилось ни звука. Возможно, они вчера действительно немного перебрали и решили как следует поспать, а может, уже пошли на море. Спустившись на веранду, он попросил женщину, стоявшую у накрытых столов, дать ему стакан темного чая. И сел за столик, положив на тарелку немного сметаны и творога. Джилл была права, после вчерашнего обильного ужина есть не хотелось. А еще нужно было выдержать. Сегодняшний банкет, вспомнил он. Нужно напомнить Джилл, чтобы достала из чемодана их подарок, который они привезли Чистовскому. Это был набор уникальных шахмат, вырезанных из бивней слонов. Ему подарили этот набор в Африке лет восемь назад. Чистовский был кандидатом в мастера спорта по шахматам. Об этом было написано на всех его сайтах, и это звание, очевидно, было предметом большой гордости хозяина виллы. Дронго решил, что это будет почти идеальным подарком, ведь подобный набор стоил несколько тысяч долларов. Сам Дронго играл на уровне приличного перворазрядника и проигрывал своему другу Вейдеманису, который играл значительно сильнее. Он увидел Афтандила, который вошел на веранду и сел рядом с Дронго. Помотал головой. — Вчера много выпили, — признался Нарсей. — Вы уже ушли, а мы сели пить вместе с мистером Хартом. — Железный человек! — Чтобы перепить грузина, нужно иметь такое здоровье и такую силу воли. Но он меня запросто перепил, и даже потом помог мне подняться на третий этаж. Можете себе представить, какой это человек? — У него большая практика, — напомнил Дронго. Насколько я знаю, он в жизни нигде не работал, получил большое наследство от отца и всю жизнь пытался его промотать. Сейчас у него, должно быть, остались последние несколько миллионов, а когда-то его отец был мультимиллионером. — На его век хватит, — усмехнулся Афтандил. — Дайте мне кофе, — попросил он кухарку, которая подошла к ним, — с молоком, — добавил он по-английски, — и принесите бутылку минеральной воды. Она недоумевающе посмотрела на них. Дронго перевел его просьбы на итальянский, и она согласно сгивала головой. Я забыл, что она не знает английского, — признался Афтандил. — А где вы так хорошо научились говорить по-итальянски? — Хотя да, конечно, у вас жена итальянка. — Нет, не поэтому. Я знал итальянский еще до знакомства с ней. Скорее, это язык помог нам познакомиться. — А я знаю только английский, да и то не очень хорошо, — признался Афтандил. — В наше время нужно знать несколько языков. — Вы еще знаете грузинский и русский. — Это не считается. Каждый человек обязан знать свой родной язык. А русский был языком самой большой в мире империи, и без его знаний никуда нельзя было выезжать. — Три языка, — подвел итог Дронго, — из которых два международных. — Я еще хорошо говорю по-менгрельски, — засмеялся Афтандил, — но это все равно не считается. — А из международных языков я знаю только английский. — Русский тоже международный, — возразил Дронго, — и поверьте мне, что он стал более распространенным в Европе, чем испанский или французский. — Это вы говорите, чтобы успокоить меня? — Нет, это правда. Сегодня не только в 15 бывших республиках Союза, но и почти во всех странах Восточной Европы, а также в Турции, Германии, Греции, Финляндии — это один из самых распространенных языков. Я уже не говорил США и Китая. Недавно я выступал в Мюнхене на ежегодной конференции по безопасности. Меня спросили, знаю ли я немецкий. Я ответил, что знаю два первых языка Германии, и мне совсем не обязательно знать третий. Немцы очень удивились, какие два первых языка. Турецкий и русский, — пояснил я им. Они долго смеялись. А потом оказалось, что мой переводчик был турок. Он переводил мою речь с английского на немецкий. — Смешно, — согласился Автандил. Кухарка принесла ему кофе с молоком и бутылку минеральной воды Сан-Пелегрино. — Все равно болит голова. Нужно принять аспирин, — выдохнул Автандил. — Вы не знаете, когда у нас сбор у сауны? — Насколько я понял, они хотели собраться пораньше, ведь сегодняшнее торжество начнется в семь часов вечера. — Да, верно, Стивен сказал, чтобы мы собрались часам к двум. — В такую жару и в сауну, мы там просто сваримся. Но все равно пойдем, раз обещали. Хорошо, что сегодня не так жарко. — А где ваша подруга? — Еще спит. Она сидела с нами до конца, как и Аманда. — Абсолютно потрясающая женщина. — Моя заснула у меня на плече, а Аманда пила наравне с нами и еще смеялась над моими шутками. Честное слово, она просто молодец. Хотя, признаюсь, что для меня было огромным испытанием сидеть напротив нее на стуле. Помните фильм «Основной инстинкт»? Когда Шарон Стоун сидит без нижнего белья на стуле и кладет одну ногу на другую. Они все тогда замерли от ужаса и восторга. Вот так я себя и чувствовал, когда она сидела напротив меня. Хотя было уже темно, но все равно я чувствовал себя не очень уверенно. — Когда вы закончили? — В пятом часу утра. Все уже спали, когда мы поднимались к себе в комнаты. Я чуть не упал, и Стивен помог мне удержаться на ногах. — Вы решили идти в сауну в такую погоду? — Обязательно пойдем. Назло этому нытику-корейцу. Как его зовут? Вечно забываю. — Преподобный Декимен. — Вот именно, Декимен. Тоже мне проповедник морали. А сам то и дело смотрел на ножки Аманды. И делал вид, что не хочет смотреть. Она сама нам об этом вчера рассказала. Трудно удержаться и не смотреть на ее ноги, признался Дронго. — Вот это честный ответ. А то рассуждает о морали, а сам возит с собой по всему свету своего молодого секретаря, которая очень даже симпатичная женщина. — Вы же знаете, что они спят в разных спальных комнатах. Это ничего не значит. Раз вместе едут, значит, иногда оказываются в одной комнате. Он мог бы взять с собой секретаря-мужчину, а не молодую женщину. Она сама призналась, что не была монашкой или девственницей. Что вам еще нужно? — Ничего. Но мне кажется, что сегодня он собирается спуститься вместе с вами в сауну. — Шутите! — усмехнулся Автандил. — Он никогда в жизни даже не подойдет к сауне. — По-моему, он вчера решил, что ему нужно пройти через это испытание, чтобы иметь право осуждать вас. — Пусть приходит, — засмеялся Автандил. — Будет даже интересно. Посмотрим, как он разденется. И нужно попросить, чтобы взял с собой своего секретаря. У нее такие соблазнительные формы. — Хватит. — Попросил Дронгу. — Не люблю, когда говорят скобрезности в моем присутствии. — Извините, но это действительно смешно. Голый проповедник среди голых людей. Особенно интересно, как он будет смотреть на Аманду. — Кажется, это единственная приманка, ради которой все мужчины готовы рискнуть, направляясь в сауну, — усмехнулся Дронгу. — А вы бы не рискнули? — поинтересовался Автандил. — Конечно, если с женой, то нельзя. Это я понимаю. Я еще не развелся со своей супругой, но с ней бы я тоже никогда в такую сауну не пошел. Даже не стал бы это обсуждать. Она бы мне все глаза выцарапала. А с моей нынешней стервой можно рискнуть. Она мне не жена и никогда в жизни ею не будет. Эта особа живет со мной только ради моих денег. Как только я прекращу финансировать ее походы по магазинам, нашей неземной любви придет конец, сразу и без лишних разговоров. К ним подошел Альберт Чистовский. У него был несколько озабоченный вид. — Вы не видели Льва Давидовича? — спросил он. — Нет, — ответил Дронгу. — Он здесь не появлялся. — Что-нибудь случилось? — Надеюсь, что нет, но он должен был позвонить в Милан и сообщить мне о своем звонке, а я нигде не могу его найти. — Почему в Милан? — поинтересовался Автандил. — Вам там что-нибудь нужно? У меня есть в Милане свой торговый представитель. Если нужно, я могу ему позвонить. — Нет, — улыбнулся Чистовский. Лев должен был позвонить совсем в другое место. — Ты уже все забыл, о чем мы говорили. Сегодня вечером вы все узнаете. — Черт возьми, почему он отключил свой мобильный телефон? И куда он мог деться? Чистовский поспешил в дом. — Кажется, Деменштейн должен был привезти какого-то оперного певца, — вспомнил Автандил. Или нечто в этом роде. Альберт узнал, что Снежана Николаевна знакома с этим тенором. Она ведь у нас знаковая фигура на российском телевидении. — Вы давно знакомы с Чистовским? — Не очень, — вздохнул Автандил. — Мы с ним познакомились в Риме. Очень интересный бизнесмен. Нестандартно мыслит, имеет хорошую светлую голову. Если бы не кризис, мы бы с ним такое дело развернули. Все было уже готово, и вдруг этот проклятый кризис. Все планы пришлось свернуть. Обидно. Если бы мы встретились еще год или два назад, все получилось бы в лучшем виде. — Еще получится, — предположил Дронго. — А упущенное время? Время — деньги. Кто-нибудь возьмет и разработает нашу идею, и мы останемся ни с чем. Идеи валяются под ногами, нужно только наклониться, чтобы подобрать их. Кто-то окажется проворнее и заработает наши миллионы. — А сейчас вы не можете начать? — Откуда нам взять деньги? — Под какие проценты сейчас дадут кредиты в России, вы знаете? Под такие проценты можно только торговать наркотиками. Да и то, если у тебя есть свои люди в госнаркоконтроле и в таможенном комитете. Иначе прогоришь. Такие проценты не сможет вернуть ни один нормальный коммерсант. Это я вам гарантирую. Возьмите кредиты в итальянских банках. Здесь сейчас очень маленький процент. Не дадут. Мы уже пробовали. Для этого нужно рассказать как можно подробнее суть нашей идеи. А это значит фактически передать им бесплатно все наши задумки. Пока их бюрократия расшевелится, пока они примут решение, пока выдадут деньги, пройдет несколько месяцев. И кто-то другой просто воспользуется нашими идеями. К итальянцам мы не пойдем. Это глупо. Нужно искать другие возможности. Поэтому Альберт пригласил своего давнего друга Льва Давидовича. Если тот решит рискнуть парой-другой миллионов, то проект может получиться. — Деменштейн, об этом знает? — Думаю, что догадывается. — Тогда понятно, для чего нужна эта роскошь. Пытаетесь убедить Льва Давидовича, что все нормально и чистовски по-прежнему на плаву. — Вы поразительно догадливы, — усмехнулся Автандил. — Так говорил Остап Бендер, бывшему предводителю дворянства Кисе Воробьянинову, — напомнил Дронгу. — Теперь все понятно. Этот день рождения задуман как большой спектакль для Льва Давидовича, чтобы убедить его выдать деньги. — Или не только для него? — Не только, — признался Автандил. — Вообще я не должен вам ничего говорить, но раз вы сами все поняли, то скажу. Он пригласил Льва Давидовича, Стивена Харта и Артура Бэкмана, чтобы произвести на них должное впечатление. С каждым мы будем говорить отдельно. Попытаемся убедить их вложить свободные деньги в наш проект. — Как видите, у нас нет никаких коварных замыслов. Только бизнес и ничего личного. — А зачем вам понадобились мы с проповедником? — Это уже психология, — признался Автандил. — Вы вдвоем нужны для антуража. — Извините, я думаю, вы человек вполне современный, не обидитесь. — Не обижусь, — кивнул Дронгу. — В конце концов, мы, кавказцы, должны помогать друг другу. — И все-таки зачем мы вам понадобились? — Известный проповедник, достопочтимый гуру. — И самый известный эксперт по проблемам преступности, — усмехнулся Автандил. — Вы как бы заверяете своим присутствием, что Бог и законы на нашей стороне. Очень хорошая компания. — Ясно, — улыбнулся Дронгу. — Действительно хорошая. — Надеюсь, что вы не обиделись. У вас есть чувство юмора? — Теперь мне даже нравится его план, — признался Дронгу. — Только учтите, что у мистера Харта почти нет денег. Это я точно знаю. Об этом писали почти все газеты. Три развода, постоянные кутежи, спонсорство чемпионатов по гольфу, разорительные траты на Аманду полностью расстроили его бюджет. Скорее, вы с Чистовским сможете одолжить ему денег, чем он вам. — Очень жаль, — пожал плечами Автандил. — А нам казалось, что он идеальная фигура для нашего бизнеса. — Я вам не помешала? — раздалось у них за спиной. Они обернулись, ни один даже не почувствовал, как к ним, мягко ступая, подошла Снежана Николаевна. Она была босиком в закрытом купальном костюме темно-синего цвета и голубом парео, обмотанном вокруг талии. Очевидно, она слышала их последние фразы. Автандил нахмурился. — Нет. Хрипло произнес он. — Вы нам совсем не помешали. Глава девятая. Снежана лукаво усмехнулась, обошла их и, пройдя за стол, села напротив. — Значит, вы решили разыграть спектакль? — поинтересовалась она. — Хотите получить деньги моего мужа? И для этого пригласили придурковатого проповедника? И этого человека, который выдумал чудовищную ложь обо мне, чтобы выманить деньги у моего супруга? — По-моему, одного раза вполне достаточно. — Вы не поняли, — попытался возразить Автандил. — Это вы ничего не поняли, — брезгливо сказала Снежана Николаевна. — Можете считать свою миссию законченной. Во всяком случае, никаких денег вы не получите. Это я могу вам гарантировать. А вы, господин Дронго, очевидно, просто мастер вытаскивать деньги из богатых простачков, каковым считаете моего мужа. Но вы ошибаетесь. Обмануть можно только один раз. Второй раз у вас ничего не получится. — Если вы слышали наш разговор, то должны были понять, что я не имею к их планам никакого отношения. Пожал плечами Дронго. И не нужно обвинять меня в том, чего я не совершал. — И это вы говорите после того, как посмели обвинить меня едва ли не в убийстве другого человека? — Побойтесь бога, Снежана Николаевна, — поморщился Дронго. — Вы ведь лично дважды стреляли в моего помощника. И вам повезло, что он чудом остался жив только потому, что я предложил ему надеть поленепребываемый жилет. — И вы еще смеете утверждать, что я был неправ? — Я защищала своего мужа, — отрезала Алтуфьева. — А вы и вам подобные устраивают аферу, чтобы выманить деньги у Льва Давидовича. Но это у вас не пройдет. Я сегодня же все расскажу мужу. — Послушайте, но это нелогично, — попытался спасти положение Афтандил. — Мы хотим предложить вашему мужу выгодное вложение денег, которое принесет ему большую прибыль. — Что плохого, если ваш муж, как бизнесмен, получит эту прибыль? — Ничего плохого мы даже не мыслили. В конце концов, Чистовский — давний друг вашего супруга. — И вы все можете узнать от него. Она подозвала кухарку. — Кофе, — приказала она. Та быстро отошла. — Я сама поговорю с Чистовским, — решила Снежана Николаевна. И мы посмотрим, насколько выгоден ваш проект. — Очень выгодный, — с нажимом сказал Афтандил. — Вы поговорите с ним и поймете, что никто не собирается обманывать вашего мужа. Мы хотим предложить только совместное партнерство. — Мы подумаем, — ответила она. К ним подошла хозяйка дома, уже успевшая переодеться в светло-голубой брючный костюм. Волосы она собрала в тугой узел, подвела глаза. Гражина уселась рядом с Алтуфьевой. — Мне тоже кофе! — крикнула она кухарке и поинтересовалась у гостей. — И как вы спали? — Прекрасно, — ответил Дронго. — Неплохо, — вздохнул Афтандил. — Сегодня вам понадобятся силы, — предупредила Гражина. — Ужин начнется в семь часов. Мы ждем гостей из Милана и гостей из Рима. Должна приехать член итальянского правительства, бывшая модель, которую Берлускони сделал министром. — У него вообще парадоксальный взгляд на министров и депутатов, — улыбнулся Дронго. Он считает, что на этом поприще может трудиться каждый, кого он выберет для такой работы. — Может, ему приятно видеть рядом с собой красивых женщин, — возразила Гражина. Она была полнее Снежаны Николаевны и теперь с неудовольствием заметила, насколько полнее. Алтуфьева уже целый год сидела на особой диете и выглядела гораздо лучше хозяйки вилы. — Безусловно, — согласился Дронго. — Именно поэтому он так настойчиво формирует свое окружение из красивых женщин. — Обычный бабник, — проворчал Автандил. Ему было неприятно, что Алтуфьева подслушала их разговор и теперь могла рассказать обо всем мужу, несколько изменив нужную тональность. Необходимо было поскорее найти самого Чистовского и рассказать ему обо всем, опередить супругу Деменштейна. — Извините, — поднялся Автандил, — я вас покину. Я все еще не совсем пришел в себя после вчерашнего. — Должен сказать, что мистер Харт меня просто поразил. Такая алкогольная подготовка! Он выпил никак не меньше меня, но был в прекрасной форме и даже помог мне подняться на мой этаж. — Многолетняя практика, — усмехнулась Гражина. — Ты даже не можешь себе представить, на какие подвиги он еще способен. — Могу, — возразил Автандил. — Вчера я все это увидел. Он поднялся и пошел в дом. Гражина проводила его долгим взглядом. — Они вчера пили почти до утра вместе со Стивеном и Амандой, — пояснила она. — Нужно было предупредить Автандила, что перепить эту сладкую парочку практически невозможно. У Стивена, по-моему, вообще нет печени. Или она давно атрофировалась, так мощно и долго он готов пить с каждым встречным. Кухарка принесла две чашки кофе, поставила их на стол перед женщинами. — Спасибо, — кивнула Гражина. Алтуфьева сделала глоток кофе, взглянула на Дронгу. — Вы сегодня не спускались купаться? — Я думала, что вы не отпустите свою супругу вместе с нами на море. — Не боитесь, что ее могут утопить? — Не боюсь, она хорошо плавает, в отличие от меня. — Странно. Насколько я знаю, вы из Баку выросли у моря. Или это очередной ваш трюк? — Хотели проверить, как я себя поведу? — Почему вы считаете, что я приехал сюда только с мыслью о вас? — поинтересовался Дронгу. — Вам не кажется, что я мог приехать только потому, что меня пригласили в гости? — Не забывайте, что я все слышала, — загадочно заметила Алтуфьева. — Что ты слышала? — повернулась к ней Гражина. — Ничего, он знает, о чем я говорю. Делает вид, что не понимает меня. — Я действительно не очень хорошо плаваю, — признался Дронгу. — И люблю по утрам поспать. Поэтому я остался в кровати, когда Джилл спустилась к морю. Никакой загадки нет. — И вы позволите ей пойти сегодня днем в сауну? — вкратчиво спросила Снежан Николаевна. — Нет, не позволю. — Почему? — удивилась Гражина. — Вы казались мне человеком весьма либеральных взглядов. — Между полным обнажением и купанием на пляже есть разница, — заметил Дронгу. — Я полагаю, что наша семья пока не готова к подобным смелым экспериментам. — Значит, просто боитесь? — насмешливо спросила Снежан Николаевна. — Об этом вы лучше спросите у своего мужа. Он, по-моему, тоже не в восторге от затеи мистера Харта. — Мы обязательно пойдем, — упрямо сказала Алтуфьева. — Просто из принципа спустимся, чтобы этот английский плейбой не считал себя самым свободным человеком в нашей компании. — Это ваше право. — Я к подобному не совсем готов. У меня уже был похожий опыт, и я оказался не на высоте положения. — Гражина прыснула со смеха. — А я слышала, что вы ничего не боитесь. — Это касается преступников, а не полного обнажения, — улыбнулся Дронгу. — Извините, но мне кажется, пора. Он поднялся и прошел в дом. — Никогда бы не подумала, что он может стесняться, — сказала Гражина. — Про него рассказывали такие легенды. — Все это глупости, — убежденно заявила Снежана. — Он просто трус, обычный болтливый трус. Может только глубокомысленно рассуждать о преступлениях. Все его победы — один сплошной блеф. Он находит слабое звено самого ничтожного человека из свидетелей и заставляет его рассказать все, что может представлять интерес для раскрытия конкретного дела. А потом выдает эти рассказы за свои гениальные озарения. Так было и с нами. Он припугнул помощника Льва Давидовича, Валеру Арсаева. Тот все сразу рассказал, а этот тип устроил настоящую провокацию против меня. Он сообщил, что принесет документы, якобы изобличающие моего супруга, и прислал какого-то проходимца. Можешь представить себе мое состояние? Я была в каком-то безумии. Достала пистолет и два раза выстрелила в этого типа. Мне казалось, что таким образом я жертвую собой и защищаю своего мужа. А она даже не могла предположить, что Дронго не поднялся на третий этаж, а стоял в холле, разглядывая фарфоровых арабов, державших подсвечники, и он слышал каждое ее слово. Вот сволочь! Весело подумал Дронго. Как все перевернуло с ног на голову. А потом оказалось, что он устроил обычную провокацию. Продолжала свой рассказ Алтуфьева. И хуже того, все рассказал Льву Давидовичу, выставив меня просто стервой и убийцей. Хорошо, что Деменштейн не поверил ему. Но уже целый год я чувствую, как изменился Лев Давидович, как настороженно он ко мне относится. Конечно, если мужу говорят, что его жена убийца и вор, то он поневоле начинает опасаться такой женщины. Я ничего об этом не знала, — испуганно произнесла Гражина. Твой муж обо всем знает, — вздохнула Снежанна. Просто тогда мы по обоюдной договоренности со Львом не стали выносить эту историю на всеобщее достояние. Слишком больно и тяжело мне было, ведь я пыталась защитить наше семейное счастье и нашу семью от грязных вымогателей. Бедняжка, как тебе досталось! И поэтому я очень удивилась, когда твой муж решил пригласить этого типа с женой к себе на виллу. Он ведь знает, как наша семья пострадала от этого человека, которого считают лучшим экспертом, а он просто коварный негодяй, умело пользующийся человеческими слабостями. — Почему ты раньше не говорил мне об этом? Не хотела тебя расстраивать. Сегодня утром, снова увидев этого человека, я просто не сдержалась. К тому же выяснилось, что он в сговоре с этим автандилом. — Что ты говоришь? При чем тут автандил Нарсье? Я стояла на площадке за их спинами и слышала, как они разговаривали. Можешь себе представить, они договаривались, как половчее обмануть наших мужей. — Редкая сволочь! — убежденно подумал Дронго. Это уже просто неприлично. — Не может быть! — испугалась Грожина. Я слышала, что автандил предлагает какой-то очень выгодный проект моему мужу, и они хотели пригласить туда Ильва Давидыча. — Это все для отвода глаз, — отмахнулась Алтуфьева. — Они обязательно обманут и твоего мужа, и моего. Ведь наши мужья — обычные бизнесмены, привыкшие зарабатывать деньги своим трудом и умом, а эти двое просто прохвосты. К тому же они оба кавказцы, а ты знаешь, что с этими людьми нельзя иметь никаких контактов. Все равно обманут и продадут за копейку. Дронго сокрушенно покачал головой. — Но я думал, что у них совместный проект, — тревожно призналась Грожина. — Лучше сделаем иначе, — предложил Алтуфьева. — Пусть твой муж поговорит с Львом Давидычем и расскажет ему, в чем суть этого проекта. Они вдвоем вложат деньги и сделают все, что им нужно без этих кавказских прохвостов, и деньги получат только те, кто умеет их зарабатывать, наши мужья. Без этого эксперта и вашего знакомого Автандила. Он какой-то подозрительный тип. Я сразу поняла, что Изольда не его супруга. Но он еще не развелся со своей женой, он нам так говорил, — и никогда не разведется. — Неужели ты ничего не поняла? Это настоящий заговор против твоего мужа, против вашей семьи. Вам нужно быть осторожнее. Вы такие доверчивые, такие чистые люди. — Я все расскажу Альберту, — пообещала Грожина. — Правильно сделаешь. — А я все расскажу своему, и тогда посмотрим, что у них получится. Бедный Автандил, невесело подумал Дронго, — пострадал за компанию со мной. Но сейчас нельзя будет удалять их с виллы. Тяжело вздохнула Грожина, иначе будет скандал. Как мы объясним все это другим гостям? Глория Бэкман требовательный человек, она не захочет, чтобы на нашей вилле произошел скандал в ее присутствии. Или преподобный гуру нужно будет потерпеть, пока завтра они сами не уедут. — Ничего, потерпим. Один день ничего не решает. Главное — не дать обмануть себя с деньгами. — Как ты решила? Вы сегодня пойдете в сауну? — Не знаю, мы еще так никогда не пробовали. Хотя Чистовский, кажется, не против. Он мне рассказывал, что дважды бывал на пляжах нудистов в прежние годы. Но я не знаю, насколько это удобно, когда все вокруг сидят голые. — Ничего страшного, мой наверняка не пойдет. Ему все-таки уже за пятьдесят, такие выкрутасы не для него. А я пойду. — Ты сильно похудела, у тебя какая-то специальная диета, раздельное питание и полный отказ от мучного и сладкого. Я тебе все подробно расскажу. С моей фигурой соваться туда просто неприлично. — Ты с ума сошла? Откуда у тебя такие комплексы? У тебя прекрасная фигура, и все мужчины будут смотреть только на тебя. Даже не думай. Пойдем вместе, если наши мужья не захотят идти туда. Ты знаешь, по-моему, этот футболист тоже хочет к нам присоединиться, но очень боится своей жены. — Может быть, — согласилась Грожина. Я слышала, что он не всегда был образцовым супругом. — Наверное, она уже несколько раз ловила его в пикантных ситуациях, — злорадно заметила Алтуфьева. Ну, это их личное дело. Преподобный гуру тоже наверняка не придет. И наш ханжа-эксперт не захочет. Говорят, что крупные мужчины часто комплексуют сильнее других. Возможно, что некоторые части его тела не столь велики, как остальные. Снежана засмеялась. В такие моменты мужчина обязан выйти и раздеться, демонстрируя свое мужское достоинство. Зло подумал Дронго. Затем неожиданно улыбнулся. Неужели его так задели слова этой стервы? Как глупо. Он ведь понимает, что она всего лишь злится, наговаривая на него. Она не может ему простить, что он разоблачил ее в прошлом году, показав мужу ее истинную сущность. Деменштейн с ней все же не развелся. Он не захотел устраивать грандиозного скандала. Но было очевидно, что он все больше и больше отдаляется от нее. И именно этого она не могла простить Дронго. Он поднялся на третий этаж. Навстречу ему по лестнице спускалась Изольда. Она снова была не в настроении. Наверняка Автандил, раздосадованный тем, что их услышала Снежана Николаевна, сорвал свою злость на спутнице. Изольда кивнула в знак приветствия, отвела глаза и прошла мимо. Дронго вошел в свою комнату. Джилл уже приняла ванну, высушила волосы и теперь слушала последние новости СНН. Увидев Дронго, она обернулась. Почему так долго? Насколько я помню, ты обычно почти не завтракаешь. Это был особенный завтрак, — пояснил Дронго, усаживаясь в кресло. — Если б ты слышала, какие превосходные слова говорила обо мне Снежана Николаевна... — Ничего не понимаю. Ты говорил, что она должна тебя ненавидеть. — От ненависти до любви один шаг, — загадочно улыбнулся Дронго. — Теперь я точно знаю, зачем Чистовский собрал всю эту компанию. Ему нужны деньги на его новые проекты. — А при чем тут мы? — Мы с проповедником выполняем роль антуража. Чистовский знает, что я уже однажды помогал Деменштейну и нарочно пригласил меня в качестве такого гаранта законности. А наш преподобный гуру будет олицетворять небесное поручительство. В таком случае он ошибся, усмехнулась она. — Вы оба явно не справились со своими функциями. Ведь он пригласил еще Стивена Харта, который, по-моему, является явным слугой нечистых сил. — Ты видел, как вчера он легко совратил добрую половину наших гостей? — С помощью своей жены, — заметил Дронго. — Боюсь, что вся эта затея добром не кончится. Он даже не подозревал, насколько окажется прав, уже через несколько часов. Глава десятая К половине второго, когда солнце, миновав, зенит начало скользить к западному горизонту, Дронго вынес стул на балкон, усаживаясь так, чтобы видеть каждого, кто решит пройти к сауне. Примерно минут через пятнадцать у бассейна появился Артур Бэкман. Он быстро разделся и прыгнул в бассейн. Очевидно, ему тоже было интересно понаблюдать, кто именно захочет спуститься вниз. Через несколько минут у бассейна появилась его супруга Глория. По лицу Артура было заметно, что ему не очень нравится подобное соседство, но он благоразумно промолчал. Супруга была в черном, обтягивающем тело закрытом купальнике. Она тоже прыгнула в бассейн и, энергично работая руками, поплыла к дальней стенке. Дронго усмехнулся. — Почему я вижу в этом нечто необычное? — подумал он. — Для северных народов такое купание просто норма. И вообще у европейцев нет такого культа голого тела, как я себе представляю. Они с детства воспитывались на западноевропейской живописи, где всегда было много полуодетых и раздетых женщин и мужчин. Их ангелочки были с явными признаками половых различий, а их Мадонны были почти всегда обнажены. Грудь считалась вместилищем молока для младенцев, и никто не видел в этом ничего греховного. Давид, стоящий на площади Сеньюрии во Флоренции, был даже без фигового листочка. Древнегреческие атлеты вообще соревновались голыми? Это потом, в период Средневековья, тело начали закрывать, пытаясь изменить понятие прекрасного. Но художники все равно рисовали голые тела уличных девушек и аристократок, обычных девиц и графинь, оставляя на века их волнующие образы. Уже в середине XX века грянула сексуальная революция, появились бикини и мини-юбки, потом женщины вообще решили загорать топлес, и общество с восторгом приняло это новшество. Особенно нравилось оно самим женщинам. Затем появились нудистские пляжи, даже нудистские рестораны в центральных городах Европы. А совместное купание в саунах немецких городов было настолько привычным, что уже сделалось обычным явлением, и никого не волновало, кроме туристов из Восточной Европы. Очевидно, Стивен понимал это лучше других, и поэтому его предложение, сделанное немцем или датчаном, не вызвало бы никаких особых чувств. Обычная водная процедура, к которой все привыкли, как к купанию в море или в бассейне, но граждане бывшего союза все еще непривычно к подобным экзотическим кульбитам. Первыми вниз пошли Стивен Харт и его супруга. Они держались за руки, спускаясь по лестнице. Аманда была в ярко-красном купальном костюме с глубокими вырезами на груди и на спине. Поверх она накинула розовое парео. Стивен был в плавках, доходивших почти до колен, и цветастой рубашке. Сандалии он не надел, спускаясь босиком. Через несколько минут появились Афтандил Нарси и его спутница. Изольда шла позади, словно подчиняясь воле своего партнера, а они не разговаривали и даже не смотрели друг на друга. Афтандил мрачно кивнул Артуру Бэкману, и тот помахал ему рукой. Изольда прошла мимо, даже не поздоровавшись, как раз в тот момент, когда Глория была у другой стенки бассейна. Они спускались вниз, и расстояние между ними все время увеличивалось. — Что ты там делаешь? — поинтересовалась Джилл, выходя на балкон. — Тебе интересно смотреть, как плавают Артур и Глория? — Это даже неприлично — следить за ними отсюда. — Я смотрю не на них, а на лестницу, — пояснил он. — Мне интересно посмотреть, кто пойдет в сауну. — В такую жару и в сауну, — пожаловав плечами Джилл, у них сегодня не останется сил на ужин. Не понимаю удовольствия от этой процедуры в такую погоду. — Ты же слышала, что там есть бассейн с холодной водой. Они могут в нем остужаться, — напомнил Дронго. — Им это понадобится, — кивнула Джилл. — Остудить свои головы, чтобы не забивать их подобной чушью. Она повернулась и вошла в комнату. На часах было три минуты третьего. Он посмотрел на площадку. Артур делал вид, что загорает, надев очки и устроившись таким образом, чтобы видеть всех проходивших мимо него. Глория поднялась и легла под тент, чтобы не обгореть на солнце. Дронго подумал, что, возможно, больше никто не спустится вниз. И увидел, как из дома вышли Снежана Николаевна и хозяйка виллы, обе в легких светлых платьях. Дронго был абсолютно уверен, что они остановятся около бассейна, но они подошли к Артуру Бекману, поздоровались с ним и пошли дальше. Дронго изумленно смотрел, как обе женщины спускались вниз по лестнице. У него еще оставались смутные сомнения, что они не войдут в этот домик с сауной на берегу, а отправятся сразу на пляж, но они повернули именно к домику. — Кажется, я недооценил силу воли Снежана Николаевны, — подумал Дронго. Она все-таки решилась пойти в сауну и уговорила на это хозяйку виллы. На часах было пять минут третьего. Вниз уже спустились шесть человек. Артур и его супруга отдыхали у бассейна. Дронго и Джилл находились в своей комнате. Очевидно, Чистовский нашел своего друга и теперь уговаривал Льва Давидовича согласиться на его предложение. — Пожалуй, ждать больше некого. Оставался только преподобный Гуру со своим секретарем. Дронго встал, намереваясь войти в комнату, когда из дома вышли Де Ким Йен и его секретарь. Гуру надел широкие коричневые шелковые брюки и длинную, почти до колен, рубашку золотисто-коричневого цвета. Руна была в купальном костюме и коротком платье. Проповедник улыбался. Глория приветливо помахала им. Он поднял руку в знак приветствия. Глория была убеждена, что они подойдут к ней. И даже подняла голову. Артур с некоторым напряжением следил за этой необычной парой. Они подошли к нему, поздоровались и тоже прошли мимо. Нужно было видеть выражение лица Бэкмана. Он поднялся на локте, снял очки, недоуменно глядя им вслед. Со своего места изумленно открыв рот, приподнялась и Глория, даже стоявший на балконе Дронго, едва не свалился от неожиданности, увидев, как проповедник и его секретарь направляются к лестнице. — Кажется, наш гуру скрытый нудист, — негромко сказал Дронго. — Что ты говоришь? — спросила Джилл. — Иди сюда и посмотри, что у нас происходит, — позвал ее Дронго. — Наш преподобный гуру и его секретарь спускаются вниз в сауну, в эту обитель греха. Она вышла и посмотрела на спускавшихся по лестнице мужчину и женщину. — Не понимаю, что тебя так радует и удивляет, — рассудительно произнесла Джилл, входя обратно в комнату. Он последовал за ней. Больше никого из гостей на вилле просто не было. — Мне кажется несколько смешным тот факт, что гуру решил присоединиться к мистеру Харту, — пояснил Дронго, — и одновременно это меня удивляет. — Может, он жил в Германии, и для него такая процедура кажется естественной, — предположила Джилл. Я уже не говорю о его секретаре. Она из Норвегии, представитель северного народа. Для нее в подобном купании нет ничего необычного. — Она возможна. Но преподобный Де Ким Йен оказался человеком, готовым на такой невероятный шаг. Кореец, который проповедует почти буддийские принципы жизни и при этом готов принимать нормы современного мира. Он действительно выдающийся человек, если решился на подобное. Еще взял с собой своего секретаря. — Он, наверное, боится идти туда один, — улыбнулась Джилл. — Скажи честно, ведь тебе тоже хочется спуститься туда и оказаться в компании Аманды Джануцци. По-моему, об этом мечтают все мужчины. — Не хочется, — возразил Дронго. — И знаешь почему? — Я обязан уважать прежде всего самого себя. Если я спущусь вниз с тобой, то мои понятия чести будут очень сильно искажены. А если спущусь один, то получится еще хуже. Все будут знать, что я не просто непорядочный человек, но еще и ханжа. То, что я допускаю для других, я не допускаю для себя. А это хуже всего. Не говоря уже о том, что все поймут, зачем я туда спустился. Кроме того, в такую погоду лезть в сауну — это значит гарантированно получить какой-нибудь микроинфаркт. Почему непорядочный? Вы все слишком много внимания и уделяете этой глупой проблеме. В конце концов, так делают миллионы людей по всей Европе. — И никто не видит в этом ничего непорядочного, — возразила Джилл. — Мне трудно с тобой спорить. Ничего труднее объяснить. Возможно, если бы я приехал на виллу один, то мог бы позволить себе отправиться в сауну. Но идти вместе с тобой абсолютно невозможно. Я просто не смогу потом нормально существовать. Никогда не думал, что буду говорить подобные вещи. Наверное, мы еще дикари, и нам далеко до цивилизованных народов Европы. Но я такой, какой есть. И тебе не стыдно? Значит, когда меня нет, ты можешь позволить себе подобные развлечения. А когда я рядом, ты превращаешься в моралиста? Ты не поняла. Я не могу спуститься туда даже один, если ты будешь на вилле. А если я буду в другом городе или в другой стране, то это возможно? Тебе не кажется, что это тоже ханжеская точка зрения? Возможно. Но в моей стране другие понятия чести, мужского достоинства. Я далеко не ангел и много раз говорил тебе об этом. Но есть черта, через которую я переступить не смогу. Больше того, я полагаю, что пошедший в сауну Автандил Нарсей сделал очень большую ошибку, за которую ему еще предстоит расплачиваться. Он не имел права спускаться туда с женщиной, которая приехала вместе с ним. Я поняла, наконец. У тебя средневековые взгляды на семью и на роль женщины. Если ты будешь продолжать в том же духе, я сама спущусь вниз, чтобы продемонстрировать тебе неприятие твоей ханжеской точки зрения. Это не ханжество. Нас так воспитывали. Возможно, что мы несколько другие, но у каждого народа есть свои достоинства и свои недостатки. Одна из самых цивилизованных наций в мире, англичане, умываются, затыкая раковину пробкой. Они черпают воду из этого резервуара, моются, фыркают, плюются и снова моются. Для меня такой способ умывания просто неприемлем. Или японцы, которые греют воду для всей семьи. Сначала там моется отец, затем мать, после этого дети. С точки зрения гигиены, для европейцев такой подход просто чудовищное нарушение всех санитарных норм. Ведь по логике все должно быть наоборот. Сначала дети, потом мать, потом отец. Но оказывается, что у японцев другая логика. Дети бегают, играют, потеют, тогда как отец и мать стараются тщательно вытереться перед погружением в воду, чтобы грязь не осталась в этой емкости. Вот такая логика и такой менталитет. У некоторых народов до сих пор нужно показывать простыню со следами крови невесты, которые бы свидетельствовали о ее непорочности. А у некоторых европейцев такая практика вызывает просто ужас. Они считают неприличным жениться на девственнице, которая никогда и ни с кем не была. Во-первых, это неприятная работа, говорил мне один голландец. Во-вторых, не знаешь, как она будет реагировать. Можешь нарваться на истеричку или фригидную дуру. А в-третьих, это просто глупо. Не пытаться узнать женщину до того, как сделаешь ей официальное предложение. Это даже неприлично. — У тебя есть ответы на все случаи жизни, — усмехнул Джилл. — И все-таки ты бы пошел вниз, если бы меня сейчас здесь не было? — Не знаю, — честно ответил он. — Думаю, что пошел бы. И не потому, что меня потянуло бы посмотреть на прелести Аманды или на раздетую Снежану Николаевну, которую я и в одетом виде не очень хочу видеть. Просто мне кажется, что Стивен Харт, сам того не желая, затеял опасную игру. Он пригласил туда грузина, для которого понятия чести могут быть несколько иными, чем для самого мистера Харта. — И ты бы пошел их спасать? — иронично осведомилась Джилл. — Тебе не кажется, что не стоит ходить туда, куда тебя не приглашают? — Это не тот случай. Нас и пригласили сюда для того, чтобы убедить мистера Харта, господина Деменштейна и нашу звезду Артура Бэкмана расстаться с деньгами во имя какого-то мифического проекта, который пробивает автондел, и ради которого господин Чистовский устроил этот день рождения, который у него уже был. — Я вызвала машину, чтобы съездить в парикмахерскую, — сообщила Джилл. — Между прочим, мы поедем туда вместе с Глорией. Мы уже договорились об этом. Машина придет за нами в четыре. Единственное неудобство, что нам придется ехать на двух машинах, а она должна быть со своими телохранителями, иначе они не соглашаются отпускать ее. — В четыре? — посмотрел на часы Дронго. — Надеюсь, что они закончат до четырех, иначе супруг Глории с удовольствием к ним присоединится. — А ты нет? — поинтересовалась Джилл. — Или ты будешь как сфинкс сидеть наверху и смотреть за всеми, кто поднимается в дом? — Почти угадала. — Надеюсь, что все поднимутся наверх к ужину, и завтра мы с тобой спокойно уедем отсюда. — Тебя что-то волнует, — поняла Джилл. — Да, предчувствие чего-то ужасного. Я начинаю опасаться, что сегодняшний день может закончиться каким-нибудь неожиданным событием, а я не люблю подобных неожиданностей. Глава одиннадцатая События этого дня еще много раз анализировались всеми гостями, прибывшими на виллу. Каждый из них позже пытался составить свое впечатление о случившемся, а рассказать о своих наблюдениях трагических событий, произошедших в эту руковую ночь на вилле Дольче Вита. Первыми к домику с сауной подошли Стивен Харт и Аманда Джануцци. Они были в прекрасном настроении. Сегодня утром Стивен получил известие от своего адвоката из Парижа. Они выиграли процесс у одной из газет, которая должна была заплатить им 50 тысяч евро штрафа за публикацию фотографий, касающихся их личной жизни. Стивен был просто в восторге. Он уже пообещал отдать все деньги Аманде в качестве призовых за ее идею подать в суд на фоторепортеров газеты. На самом деле на фотографиях был заснят сам Стивен в окружении двух молодых девиц, с которыми он вместе купался в бассейне своего друга. Девицы были в костюмах Евы, сам Стивен тоже не прикрывался ничем, но фотографы не могли знать, что рядом находилась Аманда, которая загорала и ничего не имела против такого времяпровождения своего супруга. К тому же рядом с ней загорал молодой человек, которому она явно нравилась. Стивен подал в суд и выиграл 50 тысяч. Теперь в отличном настроении они спустились в сауну. Здесь уже побывал Тадеуш, который включил отопление, плеснул воды на раскаленные камни и проверил холодную воду в небольшом бассейне. Здесь были еще несколько душевых кабин, зал для массажа и две небольшие раздевалки для мужчин и женщин. Одновременно в сауне могло находиться около десяти человек. Стивен вошел первым, энергично разделся, сделал несколько упражнений и прошел в сауну, захватив с собой полотенце. Он постелил полотенце и уселся на него, ожидая, когда появится Аманда. Но в этот момент у нее зазвонил телефон, и она начала разговор со своей визажисткой, даже не подумав о Стивене. И почти сразу в сауну вошли Автандил и Изольда. Они по-прежнему не смотрели друг на друга, каждый прошел в свою раздевалку. Аманда успела раздеться и, накинув полотенце, вышла из женской раздевалки в зал для массажа, где никто не мешал ей закончить разговор. Автандил снял рубашку, шорты. Аманда, немного заколебался, взявшись за плавки, но подумал, что теперь отступать стыдно. К тому же Изольда явно была не против, если они войдут в эту сауну, и там будет Аманда. Воспоминания о ней придали ему сил, он снял плавки, аккуратно сложил одежду и пошел в сауну. Там уже сидел Стивен, который приветствовал его коротким смешком. Автандил расстелил полотенце и уселся на него, чувствуя, как обильный пот начинает покрывать его тело. — Вы пришли один? — осведомился Стивен. — Нет, а вы? — Тоже нет, но мне непонятно, куда запропастились наши дамы, — улыбнулся Стивен. — Наверное, задержались, беседуя друг с другом. Он не успел закончить свои фразы, когда за стеклянной дверью мелькнула фигура Изольды. Она не решилась раздеться, единственное, на что ее хватило, — это снять верхнюю часть своего туалета. Она боялась признаться даже самой себе, что стеснялась и опасалась подобного совместного купания, но и отступать ей не хотелось. Иначе Автандил решит, что она просто струсила. Она обмотала грудь полотенцем и открыла дверь. — Входите и не стесняйтесь, — пригласил Стивен. — Можете выбирать любое место. Здесь сразу три ряда полок. Изольда прошла в угол и села, так и не снимая полотенца. — Вы будете сидеть в сауне в таком виде? — усмехнулся Стивен. — Я пока не готова, — честно призналась она. В этот момент у стеклянной двери появилась Аманда. В отличие от Изольды, она не испытывала никаких комплексов. Женщина успела раздеться, оставить телефон в раздевалке и, взяв полотенце в руки, вошла в сауну. Автандил тяжело задышал. У Аманды действительно было великолепное тело, которым можно было гордиться. Она подняла руки вверх, словно древнегреческая богиня. Ее волосы рассыпались по плечам. — Кажется, я пришла вовремя, — спокойно сказала она. — Стивен, ты разрешишь мне сесть рядом с гостем? — Ты вечно лезешь на третью полку, где особенно жарко. Стивен действительно был на третьей полке, а Автандил забрался на вторую. Стивен радостно кивнул, и Аманда, наклонившись, аккуратно постелила полотенце, усаживаясь рядом. Автандил судорожно выдохнул горячий воздух. Она взглянула на него, перевела взгляд вниз. Он смутился. Ему было стыдно. Тело реагировало помимо его воли. Она была слишком красивой женщиной. Изольда смотрела на это, стиснув зубы. Она знала, когда у него появляется такое выражение лица. Засунув руку под полотенце, Изольда сняла трусы, затем поднялась, убирая завесу. Нужно отметить, что она была очень хорошо сложена. К тому же в юности увлекалась теннисом. Небольшие загорелые груди придавали ей вид атлетке. Она взглянула на Аманду, та хищно улыбнулась. Изольда молча полезла на третью полку, демонстративно усаживаясь рядом со Стивеном. Автандил недобро усмехнулся. Глаза у него начали наливаться кровью. — Кажется, к нам больше никто не придет, — предположил Стивен. Мы оказались только двумя парами, способными на такой эксперимент. А мне говорили, что гости из Восточной Европы никогда не решатся на совместное купание. Наверное, говорили неправду. — У вас были плохие советчики, — выдохнул Автандил. Он грозно взглянул на Изольду, демонстративно раздвинувшую ноги, словно в наслаждении от пара сауны. Он стиснул зубы. Его уже не столько интересовали прелести Аманды, сколько вызывающие поведение подруги. И в этот момент они услышали чьи-то голоса. — Тебе сказали неправду, — радостно усмехнулась Аманда. — К нам кто-то пришел. — Наверное, это блондинка, супруга Дименштейна, — предположил Стивен. Она показалась мне смелее остальных. Но интересно, с кем она разговаривает? Неужели привела с собой жену нашего эксперта? Или жену футболиста? Они, правда, обе достаточно субтильные, не в моем вкусе, слишком худые. Но будет интересно, как они поведут себя рядом с нами. Они увидели, как за стеклянной дверью появилась фигура хозяйки дома, гражданой Чистовской. Она была в раздельном купальном костюме, достаточно традиционном и немного старомодном. Осторожно переступая босыми ногами, она подошла к стеклянной двери, оглянулась, словно испугавшись своей смелости. Из женской раздевалки выходила Снежана. На ней был закрытый синий-голубой купальник. Гражина открыла дверь, и первое, что увидела, это была роскошная Аманда, сидевшая прямо напротив двери. Чистовская испуганно охнула и машинально закрыла дверь, обернулась к своей подруге. Они разделись, сообщила она таким трагическим тоном, словно не ожидала там никого увидеть. Все вместе? Деловито уточнила Снежана. Да, кивнула Гражина, я не смогу, я лучше уйду, я не смогу здесь оставаться, мне неудобно. Получается, что мы дикари, а ненормальные европейцы, урезонила подругу Снежана. Ничего страшного здесь нет. Постарайся ни на кого не смотреть, там уже столько пара, что ничего не будет видно. Раздевайся, и мы войдем. Чистовская была намного полнее своей подруги, и она комплексовала не столько из-за раздетых людей, сколько из-за своей не совсем идеальной фигуры. Ее обвисшее мешками тело выглядело не очень эстетично. Любая женщина думает прежде всего о своем теле в подобных обстоятельствах. У женщины все сердце, даже голова. — Входите, — крикнул Стивен, — не нужно там долго стоять. — Я не смогу, — взмолилась Гражина, — я плохо выгляжу. Ты иди одна, я лучше вернусь в раздевалку, мне неудобно. — Какие глупости, — нахмурилась Снежана, — это твой дом и твоя сауна. — Ну чего ты комплексуешь? В конце концов, никто там на тебя не посмотрит. Ты только подумай, что Автандил и его подруга уже сидят там. А мы с тобой стоим здесь как две дуры и боимся войти. Уже не говоря о наших мужьях, которые ведут себя как старые хрычи, а ведь твоему только сорок пять, а моему чуть больше пятидесяти. — Что они обо мне подумают? — жалобно произнесла Гражина. — Что ты смелая, эмансипированная, раскрепощенная женщина, которая может жить в современной Европе и ничего не опасаться, — убежденно произнесла Снежана. — И вообще не нужно комплексовать. Сейчас я тебе покажу. Она отошла в сторону, чтобы ее не видели из сауны, и быстро разделась. Достала полотенце, закрывая свое тело, подошла к подруге. — Если тебе так плохо, ничего не снимай, — предложила она, — просто накинь на себя большое полотенце. Пусть думают, что ты разделась. Никто даже не обратит на тебя внимания. — Я так и сделаю, — согласилась Чистовская. Она прошла в раздевалку, выбрала большое полотенце и, обмотав его вокруг себя, подошла к двери и открыла ее. Волна пара обдала обеих. — Закрывайте двери, входите, — крикнул Стивен. — Иначе весь пар выйдет отсюда. Быстрее входите. Женщины вошли в сауну, протискиваясь в угол. Снежанна успела увидеть, как Стивен осторожно дотронулся до ноги Изольды и улыбнулся ей. Снежанна закусила губу, усаживаясь на первую полку. Рядом устроилась грожина. Несмотря на жару, ее трясло, словно от холода. — Успокойся. — Тихо посоветовала ей Снежанна. — Мы ведем себя, как две дуры. — Посмотри на них. Они просто получают удовольствие. — Я сейчас потеряю сознание, — призналась Чистовская. — Сиди спокойно. — На тебя никто не смотрит. — У вас великолепная сауна, — крикнул сверху Стивен. — Наверное, ее делали настоящие специалисты. — Мы пригласили мастеров из Финляндии, — ответила грожина, немного успокаиваясь. — Очень неплохо, — согласился Стивен. — Во всяком случае, ваша сауна с настоящим паром. — Вам не жарко в полотенце? — спросила Аманда, обращаясь к Снежанне. — Кажется, она понимала состояние хозяйки дома. — Жарко, — согласилась Снежанна. Она с некоторым усилием схватилась за полотенце и заставила себя снять его и постелить на полку. Афтандил подумал, что нужно отсюда уходить. Такое зрелище было слишком сильным для грузина. Сидевшая рядом грожина испуганно покосилась на Алтуфьеву, но полотенце с себя не сняла. — Мне так удобно, — пояснила она Аманде. — Надеюсь, что теперь уже точно сюда больше никто не придет, — загрохотал сверху Стивен. — Сиди спокойно и не дергайся, — посоветовала подруге Снежанна. — Сюда уже больше никто не придет. — А когда они пойдут в бассейн, мы с тобой уйдем отсюда. Не нервничай и не смотри на мужчин, если ты их так боишься. — Не боюсь, — улыбнулась грожина. — Теперь уже не боюсь. Наш эксперт оказался просто трусливым моралистом, а футболист просто трусливым бабником, — продолжала Снежанна. — Если учесть, что там остался только преподобный Де Ким Йен, который никогда не придет сюда, то можно считать, что мы пришли сюда последними. — Напрасно я согласилась сюда спуститься, — тихо призналась грожина. — Такие походы не для меня. — Не нужно так волноваться, — снова посоветовала Снежанна. — О чем вы там шепчетесь, — поинтересовалась сверху Изольда. — У вас такой испуганный вид, словно вас сейчас будут насиловать. Она сказала это по-русски, чтобы ее не поняли Стивен и Аманда. — Не всем дано так высоко взлетать, как вам, — парировала Снежанна. — Мы просто отдыхаем. Изольда нахмурилась, услышав издевку в ее голосе. Она уже несколько минут делала вид, что не замечает осторожных прикосновений Стивена, который дотрагивался до ее ноги. Это было приятно и волнующе, но она боялась, что Афтандил, подняв голову, может увидеть эти прикосновения мистера Харта. Она даже не подозревала, что ее друг в это время отчаянно пытается сохранить должное спокойствие и не выдавать своего состояния, глядя на сидевшую рядом с ним Аманду и расположившуюся немного в стороне Снежанну. — Еще немного пара, и мы скоро выйдем в бассейн, — предложил Стивен. И в этот момент снова послышались чьи-то голоса. Все шестеро, находящихся в сауне, переглянулись. Кто еще мог спуститься вниз? — Наверное, это наш эксперт со своей молодой супругой, — предположил Стивен. Он не выдержал и решил присоединиться к нам. В конце концов, она цивилизованная итальянка, хотя и аристократка. — Это пришел Артур Бэкман со своей супругой, — возразила Аманда. — У него на лице было написано, что он ужасно хочет прийти сюда. Может, он ее уговорил? — Нет, нет, — крикнула Снежана, — это наверняка наши мужья. Решили к нам присоединиться. Футболисты и эксперт не спустятся, а они не рискнут так себя вести. — Может, это чужие, — предположила Изольда. — Нужно вызвать охрану. — Охранник дежурит на пляже рядом с нами, — напомнил Автандил. — И не нужно ничего бояться. Нас здесь двое мужчин. Мы с мистером Хартом сумеем выбросить отсюда любого непрошенного гостя. — Давайте я посмотрю, кто это пришел, — не выдержала Снежана. — Я думаю, что это могут быть только наши мужья. Она поднялась, набросила на себя полотенце, открыла дверь. — Это уже не сауна, а проходной двор, — проворчал Стивен. С каждым открыванием двери из сауны выходил пар, скрывавший его действия по отношению к Изольде. Поэтому Стивена волновала не столько температура, сколько видимость в этой темной комнате. Снежана вышла из сауны, прошла в раздевалку. Послышался ее удивленный вскрик. — Может, мне тоже пойти туда? — предложил Автандил, приподнимаясь с полки. Она, по-моему, закричала. — Нет, она с кем-то разговаривает. — прислушалась Аманда. — Не торопитесь. Она положила свою руку на его, и он вздрогнул, как от ожога. Когда он снова присел, то оказался гораздо ближе к Аманде, чем сидел до сих пор. Снежана подошла к дверям, медленно открыла их. — Вы не поверите, — сказала она, глядя изумленными глазами на всех присутствующих. — Вы не поверите, кто к нам пришел. — Только не говорите, что это новые гости, — крикнул Стивен. — Или наш преподобный Святоша, — подхватила Аманда. Все засмеялись, даже Грожина улыбнулась. — Это он, — сказала Снежанна. — Он спустился вниз вместе со своей секретаршей. Наступило неловкое молчание. — Что вы сказали? — удивленно уточнил Автандил. — Пришел преподобный Де Кемьен со своим секретарем, — повторила Снежанна. — Они сейчас войдут к нам. Снова наступило недоуменное молчание. — Никто не хотел верить в это сообщение. Первой улыбнулась Аманда. — В конце концов, он такой же мужчина, как и все остальные, — убежденно произнесла она. — Будет даже любопытно посмотреть на голову проповедника. Никогда не видела голых священников или святых отцов. — А его секретарь? — Очень аппетитная штучка, — согласился Стивен. — Пусть приходят, мы их ждем. — Хотя наш поход в сауну стал напоминать глупую игру в поддавки. — Если еще кто-то решит прийти к нам, то это будет уже лагерь скаутов, а не нормальный отдых. Снежанна вошла, закрыв дверь, уселась рядом с Чистовской, взглянула на нее. — Вот видишь, — сказала она негромко, — даже такой проповедник, как ваш гость, уже ничего не стесняется. Осталась только ты одна. Интересно, как ты себя будешь чувствовать, когда он придет сюда абсолютно голым? — Сразу убегу отсюда, — призналась Гражина. У людей просто не осталось ничего святого. — Все немецкие пастыри и священники купаются вместе со своими прихожанами, — возразила Снежанна, — и не видят в этом ничего особенного. — Ты же полька по отцу, значит, почти католичка. — У него мама была из Русинов, и вообще я православная, — зашептала Гражина, — и у нас не принято ходить со своими попами в баню голышом. — А здесь Европа, и нужно соответствовать их нормам поведения, — возразила Снежанна. — Это мой дом, а не Европа, — выдохнула Чистовская. — Больше не разрешу никого сюда приглашать, только наших знакомых из Москвы. Они хотя бы голышом не купаются. — Еще как купаются, — рассмеялась Снежанна. — В море лезут голыми. Ты даже не представляешь, что они вытворяют, когда выпьют. У дверей появились две фигуры. Все изумленно всматривались в них. Это действительно были преподобные Де Ким Йен и его секретарь. Руна уже разделась, она подолгу жила в Дании и Германии, привыкла к подобным саунам и не видела в них ничего предосудительного, поэтому она спокойно прошла к дверям так, словно была в одежде. Преподобный был в небольших треугольных трусах. Он явно колебался. Ему трудно было решиться на большее. Руна несколько насмешливо взглянула на него. — Если не хотите, можете вернуться, — предложила она своему наставнику. — В этом нет ничего обидного. — Нет, — ответил он, стараясь не смотреть на нее. — Мне действительно трудно, но я постараюсь все это преодолеть. Ведь эти люди считают подобное положение естественным. — Мы всегда так купаемся, — согласилась она, — и никто не стесняется. — Ты права. Он тяжело вздохнул. — Я должен пройти и через это. Он сделал шаг и взялся за ручку двери. Открыл дверь. Стивен расхохотался. Стоявший в трусах проповедник вызывал у него смех. Руна нахмурилась, увидев улыбки на лицах остальных. Но громкий смех не смутил Декимьена. Наоборот, даже укрепил его решимость. Гуру шагнул в сауну. За ним вошла Руна с двумя полотенцами. Она расстелила полотенце на первой полке для своего наставника и на второй для себя, чтобы не сидеть рядом с ним. Затем влезла на вторую полку и спокойно легла на полотенце, не обращая внимания на окружающих. Декимьен сел на полку, тяжело вздохнув. Он тоже старался ни на кого не смотреть, но голые ноги Аманды были слишком близки. Он поднял голову. «Очевидно, люди все же могут противостоять искушению плоти. И эти совместные купания придуманы для того, чтобы укрепить наш разум», — сказал он. Аманда улыбнулась. Автандил неожиданно подумал, что это почти библейская картина, сидящая внизу святой и грешница чуть выше. Он поднял голову и успел заметить, как Стивен Харт осторожно дотронулся до груди Изольды, а она ему улыбнулась. «Сука!» — злобно подумал Автандил. Настоящая сука! Он разозлился и еще больше придвинулся к Аманде. Если ее муж считает возможным так нагло вести себя, то ему ничего не мешает сидеть рядом с его супругой и смотреть на нее наглыми глазами. Аманда посмотрела на него. Слишком близко, ровным голосом произнесла она. «Мы не сумеем хорошо пропотеть». «Это безобразие!» — очень тихо прошептала Грожина, обращаясь к своей подруге, если даже гуру решил сюда прийти. А его секретарь просто бессовестная дрянь. Посмотри, как она вытянулась и не обращает на всех остальных никакого внимания. Она не понимает, что нельзя так лежать в присутствии посторонних. «Она как раз ведет себя лучше всех!» — возразила Снежанна. «Просто отдыхает, не смотрит ни на кого. Она норвежка, для нее в таком купании нет ничего необычного». «Я больше не смогу сюда приходить», — призналась Чистовская. «Еще немного, и мы пойдем в бассейн», — предложил Стивен. «И учтите, что нам придется прыгать парами. Бассейн небольшой, и мы все туда просто не поместимся. Я думаю, вы разрешите нам быть первой парой, вместе с моей напарницей, которая решилась устроиться на третьей полке». Афтандил сжал зубы. «Хорошо!» — крикнул он каким-то диким голосом. «Тогда мы с Амандой будем второй парой, если никто не возражает». Аманда взглянула на него. «А если я возражаю?» — поинтересовалась она. «Не нужно», — попросил Афтандил. Оглянувшись на Стивена и Изольду, она перехватила его взгляд, понимающий кивнула. «Не буду», — сказала она. «Третьей парой будут наш проповедник со своим секретарем», — крикнула за них Снежанна. «А последними мы с Грожиной, чтобы вас не смущать. Так будет правильно». Чистовская кивнула ей в знак признательности. Никто не заметит, что она не решилась раздеться. Для нее это было невыносимым испытанием. Сказывались твердые моральные нормы, которые прививала ей мать. Стивен поднялся, протискиваясь вниз. Руна подняла голову и спокойно посмотрела, как он перешагивает через нее. — Хорошее тело, — одобрительно сказал он, встав над ней. — Вы занимались спортом? — Немного, — ответила Руна. Она спокойно смотрела ему в глаза. Стивен переставил ногу и сошел вниз. — Спускайтесь, — поманил он Изольду. Она обмотала себя полотенцем и спустилась, едва не упав. Он подхватил ее подмышки. Полотенце упало на пол. Он держал ее на уровне грудей. — Я очень неуклюжий, — рассмеялась Изольда, стараясь не смотреть в сторону Автандила. Стивен и Изольда вышли из сауны. Автандил проводил их недобрым взглядом и еще ближе подвинулся к команде. Она уже не удивлялась. Мужчина поднял руку и положил ее на бедро, сидящей рядом женщины. Она посмотрела на руку, затем на него. У нее был спокойный и вопрошающий взгляд. — У нас будет еще много времени до ужина, — сказал Автандил. Она посмотрела вниз. Кажется, он все еще не может успокоиться. Обе комнаты будут заняты, — усмехнувшись, цинично заметила Аманда. В вашей будет она, а в моей — он. Единственная возможность — отправить его к вам, и тогда моя комната освободится. Он снова сжал зубы, посмотрел на стеклянную дверь, которая закрылась за ушедшими, и негромко сказал, — нет, пусть лучше она спустится к нему, если захочет, а вы подниметесь к нам. — Это так принципиально, — уточнила Аманда. — Для меня — да. Я привык быть на своей территории, — усмехнулся он. Она улыбнулась и взяла его руку, убирая со своей ноги, затем поднялась. Кажется, теперь наша очередь. Иначе они замерзнут в слишком холодной воде. Спускаясь вниз, она взглянула на преподобного. — Вы молодец, — убежденно сказала Аманда. — Решились на такой шаг. — Наверное, вы хороший проповедник. Я бы хотел о вас послушать. — Я слабый человек, — с улыбкой признался Де Кимьен. — Но сегодня я понял, что моя сила заключается в этой слабости. Автандил поднялся, посмотрев в сторону руны. Стивен был прав, у нее было мускулистое и красивое тело. Он перевел взгляд на Снежанну. Это тело гораздо хуже. На хозяйку дома он даже не стал смотреть и вышел следом за Амандой. — Эти две пары, кажется, готовы обменяться друг с другом своими спутницами и спутниками, — насмешливо произнесла Снежанна. — Не нужно так говорить. — одернула ее грожина. Руна подняла голову, посмотрела вслед ушедшим, затем взглянула на обеих женщин. — Господь не допускает осквернение семейных уз, — заметила она. — Господь допускает? — Все, что нравится человеку, — возразила Снежанна. — В этом я как раз уверена. Декимьен посмотрел вслед ушедшей Аманде и тихо прошептал, — если Господь создает подобную красоту, значит, в этом был его замысел, и не нам противиться его замыслам. Глава двенадцатая. Дронго вышел проводить Джилл и Глорию, когда за ними приехали два автомобиля. Один должен был отвезти женщин в самую лучшую парикмахерскую города, второй забирал двоих телохранителей Глории, чтобы гарантировать безопасность молодой женщины во время ее пребывания в городе. Машины уехали, и он повернулся, чтобы вернуться к себе в комнату. К этому времени все любители жаркой сауны уже поднялись в свои номера. Он видел, как некоторые из них, размягшие и красные, устало плелись по лестнице. Войдя в дом, Дронго услышал звук шагов и чьи-то голоса. Он вошел в гостиную и увидел, что здесь, под руководством Тадеуша, работает целая бригада официантов, очевидно, вызванных сюда из города. Они украшали длинный стол, рассчитанный на двадцать человек, развешивали шары, расставляли столовое серебро. Тадеуш командовал всей этой компанией, деловито отдавая распоряжения. Дронго подошел к нему. — Готовится нечто грандиозное? — уточнил он. — Это сюрприз, — ответил Тадеуш. — Я не имею права ничего говорить. Должны прилететь член правительства Италии и известный тенор из Милана. — Кажется, с ним должен был договориться Лев Давидович Дименштейн, верно? Тадеуш удивленно взглянул на Дронго. — Он рассказал вам о своем подарке? — Значит, это его подарок. Он так говорил. Откуда вы об этом узнали? — Господин Чистовский утром сам проговорился. — Это будет подарок господина Дименштейна нашему хозяину на его юбилей. Говорят, что тенор попросил сто тысяч за приезд и выступление, но он сразу же улетит обратно. Его будет ждать частный самолет. Завтра у него спектакль в Париже, и наутро назначена репетиция. — Понятно. Дорогой подарок. У них так принято. Мягко улыбнулся Тадеуш. — Спасибо. А где они сами? — Кажется, пошли в дом к нашим охранникам. Господин Чистовский хочет показать систему охраны своему другу. У нас расставлены камеры по всей территории виллы. — Внутри дома тоже есть камеры? — Ни в коем случае, — ответил Тадеуш. Госпожа Чистовская категорически возражает против этого. Она считает, что нельзя разрешать установку таких камер в доме, где она или члены ее семьи, гости, знакомые могут появляться в спальной одежде, раздетые или не совсем одеты. Этот вопрос был самым принципиальным. Наши охранники настаивали поставить камеры хотя бы на лестницах, но она не разрешила. — Я думаю, она права. — Достаточно, если просматривается вся территория. Неприятно, когда камеры есть и внутри дома. Это сильно раздражает. — Ваши охранники могли поставить скрытые камеры и в каждой спальне? Тадеуш снова мягко улыбнулся, оценив шутку. Дронго повернулся и пошел к лестнице. После утомительного спуска в сауну и парилку почти все гости разошлись по своим номерам, чтобы немного отдохнуть. Дронго поднимался к себе, когда увидел спускавшегося Артура Бэкмана. — Добрый день. — Вежливо поздоровался футболист. — Кажется, наши жены вместе укатили в город, чтобы сделать себе макияж. — Скорее укладки, — возразил Дронго. — Они хотят выглядеть красиво. — А куда вы идете? — Играть в теннис. Мы договорились с одним из охранников сыграть партию. С другой стороны дома есть неплохой корт. Не хотите попробовать? — С вами, — улыбнулся Дронго. — Вы лет на пятнадцать моложе меня и гораздо более подвижны. — Вы еще предложите мне сыграть с вами в футбол? — Нет, — рассмеялся Бэкмана. — В футбол не предложу. Всего хорошего. До свидания. И Дронго продолжил подниматься по лестнице, поднялся на третий этаж, подошел к своей двери, уже достал ключ, чтобы открыть дверь, прислушался. Откуда-то доносились непонятные звуки. Как будто кого-то душили или мучили. Он снова прислушался. Непонятные звуки исходили из соседней комнаты. Он пошел дальше и встал перед дверью в комнату Афтандила, замер, стараясь не шуметь. Теперь никаких сомнений не было. Эти звуки раздавались из комнаты Афтандила и Изольды. Неужели он ее убивает или душит? Недовольно подумал Дронго. Что делать в подобном случае? Постучать? Некрасиво. Вернуться в свою комнату? Неправильно. Позвонить им по телефону? Глупо. Он может не успеть. Дронго дотронулся до двери и неожиданно обнаружил, что она поддалась, мягко открываясь. Звуки усилились, словно кто-то мычал или занимался спортом. Он все еще колебался, но затем решился. Сделал шаг. Второй, третий, на кровати лежала Аманда. Она не стонала и не кричала, только смотрела на входную дверь, словно ожидая кого-то увидеть. Лежавший на ней Афтандил регулярно дергался и издавал какие-то звуки, словно пел какую-то непонятную песню. Даже не так. Он регулярно мычал. Дронго замер, прикусил губу. Получается, что он просто подсматривал. Аманда подняла голову и улыбнулась, не выдавая своего испуга. Афтандил даже не повернул головы. Дронго сделал шаг назад, еще один шаг, и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь, стараясь, чтобы не щелкнул замок. — Странно, что они не закрыли дверь, — подумал он. Ведь подруга Афтандила может вернуться в любую минуту. Но ему не хотелось шуметь, чтобы Афтандил понял, что он входил в комнату. Дронго повернулся к своей двери. — Кажется, все повторяется, — вспомнил он. Сколько лет прошло с тех пор? Курортный сезон на побережье Румынии, в те годы, когда в стране правил Чаушеску, местечко Мангалия, где отдыхали все советские туристы и не только советские. Сколько лет прошло с тех пор? Даже страшно подумать. Больше тридцати. Тогда он познакомился с молодой женщиной из Одессы, о которой потом вспоминал много лет. Он перепутал этажи и вошел в чужой номер. На кровати лежали молодые мужчина и женщина с своеобразным крестом. Женщина была сверху, оба лежали на спине. Она подняла голову и спокойно показала ему рукой, чтобы он вышел. Пробормотав извинения, он быстро ретировался. Больше тридцати лет назад. Но дверь тогда была хотя бы прикрыта. Он прислушался. Кто-то поднимается по лестнице. Слышались тяжелые шаги. Он чуть приоткрыл дверь. Это был Стивен Харт, одетый в шорты и в рубашку с короткими рукавами. Он как-то странно улыбался. Прошел мимо его комнаты, направляясь в комнату Автандила. Черт возьми, что сейчас будет? Ведь дверь открыта. Господи, какой я идиот! Разозлился Дронго. Не хотел, чтобы Автандил узнал о моем визите и не закрыл до конца дверь. Боялся, что щелкнет замок, и его сосед все поймет. Боялся их потревожить. Хотя Аманда его увидела. Он открыл дверь. Нужно обязательно вмешаться. В конце концов, это он лично виноват в том, что здесь сейчас произойдет. Стивен Харт, несмотря на возраст, сильный мужчина. Да и коренастый Автандил не похож на обычного слабака. А что сейчас будет? Муж застанет свою жену в объятиях чужого мужчины. В таких случаях некоторые мужья просто звереют. Трудно будет ручаться, что такой плейбой, как Стивен Харт, сумеет удержаться в рамках приличий. Аманда могла бы закрыть за собой дверь на ключ. Проверить, чтобы никто не входил. Хотя это не ее дело. Ведь это комната Автандила. И тот должен был сам закрыться, прежде чем ложиться в кровать с чужой женой. Стивен уже входил в соседнюю комнату. Никогда себе этого не прощу, прошептал Дронго. Выходя из своей комнаты и направляясь к соседней, каждую секунду он ожидал услышать крик и шум драки. Но все было тихо. Почему так тихо? Что там происходит? Он увидел, что дверь по-прежнему не закрыта. Осторожно открыл ее и содрогнулся от ужаса. Стивен Харт стоял спиной к нему и смотрел на кровать, где по-прежнему мычал Автандил. Неужели Аманда не увидела вошедшего мужа? Ведь она все время смотрела на дверь. Неужели она его не видит? Сейчас произойдет нечто ужасное. Даже подумать страшно, насколько ужасное. Стивен может взять любой подвернувшийся под руку предмет и броситься на своего обидчика. Дронго подумал, что это тот самый случай, когда не следует проявлять излишнюю щепетильность. Он уже сделал шаг, когда услышал, как прекратилось мычание. Очевидно, Автандил почувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Он поднял голову и увидел Стивена Харта. Дронго не мог видеть лица обманутого мужа. — Продолжай. Услышал он спокойный голос Аманды. — Я... — Ты сконфуженно бормотал Автандил. — Я не думал, что вы к нам подниметесь. — Продолжай! — настойчиво повторила Аманда. — Извините, мистер Харт, — сказал Автандил. — Я полагал, что мы поняли друг друга. Изольда спустилась к вам, а Аманда... — Вы сами видите, мы, очевидно, не закрыли дверь, хотя я сам ее закрывал. — Извините. — Не смотри на него. — Продолжай. В третий раз настойчиво сказала Аманда... — Я не могу, — пробормотал Автандил. — Можете продолжать? — услышал Дронго голос Стивена Харта. Голос был таким же спокойным, как у Аманды. — Не нужно нервничать, мистер Нарсия. Иначе у вас ничего не получится. А удовлетворить такую женщину, как Аманда, довольно сложно. Продолжайте, я буду смотреть на вас. — Он хочет смотреть, — пояснила Аманда. — Аманда, продолжай. — Я не могу, — выкрикнул Автандил. — Я так не могу. Дронго снова сделал шаг назад и вышел в коридор, прошел в свою комнату и закрыл дверь. Прислонился к ней, вытирая холодную испарину. Такого в его жизни никогда не было. Он снова услышал чьи-то шаги, очевидно, это уходил Стивен Харт. — Кажется, они просто ненормальные, этот сукин сын Харт и его стервозная жена. Как такое может даже прийти в голову? Муж спокойно отпустил свою супругу к другому мужчине, предварительно переспав с его подругой, а затем поднялся наверх, чтобы посмотреть, как этот чужой человек спит с его собственной женой. — Какое удовольствие можно от этого получить? — Каждое извращение можно объяснить, но такое? — Или ему просто не хватает фантазии? — подумал Дронго. — Даже думать о подобном противно. Он прошел в ванную комнату и открыл воду, чтобы умыться. — Автандил пробормотал, что сам закрывал дверь, — вспомнил Дронго. Но она была не просто не закрыта, она была даже чуть приоткрыта. Значит, Аманда. Она все время следила за дверью и даже видела, как входил Дронго, причем она не удивилась, когда дверь начала открываться. Значит, ждала. Значит, это она нарочно оставила двери открытыми, чтобы муж беспрепятственно вошел в комнату. Может, у них была даже договоренность, и им нравятся подобные игры. Но для Автандила, который и так сегодня был в состоянии шока от того, что его подруга была у Стивена Харта, получил еще больший шок, когда в самый напряженный момент за его спиной появился муж Аманды. От такого шока можно стать импотентом на всю оставшуюся жизнь, — подумал Дронго. Он умылся и вышел из ванной. Кажется, он был прав, когда опасался этого коллективного похода в сауну. Сыщик переоделся, на рубашку упали капли воды с волос, и снова прислушался, вроде бы крики. Стивен все-таки решил выяснить отношения. Дронго снова открыл дверь и в очередной раз подошел к дверям Автандила и услышал, как они кричат друг на друга. — Ты сам этого хотел, — возмущалась Изольда. Я видела по твоему лицу, как ты хочешь пойти купаться с этой Амандой, а потом еще устроился рядом с ней. Я сидела внизу, а ты полез к ней. И только тогда я решила назло тебе сесть еще выше. — И ты смеешь оправдываться, — орал Автандил. Я видел, как ты полезла к этому старому развратнику, и он тискал тебя на глазах у всех, думая, что мы ничего не видим. А ты сидела и молчала. Нужно было сразу пересесть на другое место. — Тогда ты не получил бы свою Аманду. — И не продемонстрировал бы свои лучшие качества, — кричала Изольда. — Ничего я не продемонстрировал. Вы там, очевидно, просто перекинулись парой слов, а он сразу поднялся наверх, чтобы посмотреть, как я ублажаю его жену, старый маразматик. Только так возбуждается мерзавец. У него, наверное, ничего с тобой не получилось. И это не твое дело. Ты уже начал подкладывать меня под других мужчин. Может, еще деньги будешь за это брать, как сутенер? — Послышался звук пощечины. — Не смей меня бить, мерзавец! — закричала она. — Мы с тобой сразу договорились, что я прилечу сюда, как твоя подруга, а ты меня выставляешь какой-то дешевкой. — Ты и есть дешевка! — отрезал Афтандил. — Я тебе заплатил десять тысяч за нашу поездку, но тебе этого мало. Хочешь сорвать деньги с этого старика? — Жди, он даст тебе денег. Он уже нищий, мне все рассказал этот эксперт, наш сосед. Мистер Стивен Харт уже ничего не стоит. Кутежи, бабы, карты — все это его разорило. Он банкрот, понимаешь, настоящий банкрот. И как мужчина, тоже ноль, ничего не может. Давай расскажи, что вы с ним делали? — Наверное, он только смотрел на тебя и щипал. Больше он ничего не может делать. — Еще как может, — разозлилась Изольда, — и гораздо лучше тебя. Не смей меня трогать, иначе я выброшусь с балкона, и тебя посадят в итальянскую тюрьму, куда тебя давно следует посадить. Я всем расскажу, как ты ударил человека в Монако. Он, наверное, уже умер. — Думаешь, что я ничего не видела? Ты его ударил ножом, а потом выбросил свой нож в море. Я все видела? — Замолчи, дура! — крикнул Автандил. — Иначе я просто тебя убью! Дронго постучал в дверь, крики стихли. Он снова постучал. Послышались чьи-то шаги. Дверь открыл Автандил. Он был в рубашке и брюках, волосы были растрепаны, глаза тревожно смотрели на гостя. — Что случилось? — спросил он. — Это я у вас должен спросить, — сказал Дронго. Я услышал дикие крики из вашего номера и решил, что вам нужна моя помощь. — Нет, спасибо. У нас все в порядке. Мы немного поссорились и, как обычно, слишком эмоционально обсуждаем наши дела. Извините, мы больше не будем кричать. Он закрыл дверь, Дронго еще немного постоял, но никакого шума уже не было слышно. Он вернулся в свой номер. Нужно сделать запрос в Монако и узнать, что там произошло, — подумал он, а заодно проверить, кто такой этот Автандил Нарсия. Возможно, Снежана Николаевна была не так уж и не права. Этот тип с явно преступными повадками может оказаться опасным партнером хозяина дома. К тому же он уже дважды бил свою подругу, а это уже не входит ни в какие рамки. Дронго искренне считал, что настоящий мужчина не имеет права поднимать руку на женщину. Между тем все утихло, Дронго надел пиджак, вышел из своего номера и запер дверь на ключ. Уже около пяти часов вечера, примерно через час вернутся Джилл и Глория. Интересно, что там произошло в сауне, если они решили поменяться своими подругами с молчаливого согласия обеих женщин. Изольда, очевидно, из тех дам, которые работают в эскортах для сопровождения богатых мужчин за рубежом, Автандил заплатил ей деньги и, как настоящий хозяин, выбрал для себя подходящую скаковую лошадь, которую он не обязан лелеять, любить и холить. Ведь лошадь берут всего лишь на время. К тому же при большом желании ее можно сдавать другим наездникам или даже обменивать на других. Все правильно, ничего личного, только бизнес. Он заплатил деньги и привез ее с собой. Очевидно, тоже для антуража, как любит это слово сам Автандил. И поэтому он позволяет себе распускать руки и вести себя столь нагло. Насчет Стивена и Аманда тоже все понятно. В его возрасте уже легко стать несостоятельным мужчиной, а ему 55. Возможно, уже перешел на прием разных препаратов, позволяющих ему чувствовать себя настоящим мужчиной. А возможно, что уже даже препараты ему не помогают. И он возбуждает себя таким нелепым способом, наблюдая, как его молодая супруга общается с другими мужчинами. Четвертая жена, разница в 20 лет. Кажется, плейбой попал в собственную ловушку. Если он женится в пятый раз на 20-летней девушке, то будет способен только идиотически улыбаться и пускать слюни. Впрочем, это его дело. Если им так нравится, пусть живут, как хотят. Дронго спустился на первый этаж. Он уже хотел снова пройти в гостиную, когда увидел входившую в дом Снежану Николаевну, успевшую переодеться в белый брючный костюм. Взглянув на Дронго, она криво усмехнулась. Все-таки не пришли, испугались. А вот наш проповедник оказался настоящим мужчиной. Можете себе представить, что он пришел и разделся вместе со своим секретарем. Вот так, мистер эксперт. Иногда в жизни бывают и такие невероятные вещи. Глава 13. Дронго мрачно посмотрел на нее. — Мне достаточно эксцесса в жизни, чтобы еще получать адреналин таким необычным образом, — ответила она. — Вам понравилось? — Зрелище было необычным, — призналась она. — Голый плейбой нас не вдохновлял. Злой господин Нарсей только и думал, что о своей соседке, и все теснее придвигался к жене мистера Харта. А голый проповедник вызывал смех. Единственные люди, которые вели себя естественно, — это Аманда, Руна и ваша покорная слуга. Хотя вам, наверное, это неприятно слышать. А хозяйка дома? Она впервые попала в подобную ситуацию и поэтому сильно комплексовала. — Вы чувствуете, какой ветер поднимается? Он прислушался. — Кажется, действительно сильный ветер. Странно. Утром была вполне нормальная погода. — Утром была не очень нормальная погода, — возразила Снежана. Чувствовалось какое-то напряжение, как перед грозой. Я прослушала последние новости. Говорили, что южный ураган из Африки, который шел на Ниццу, повернул на восток и теперь ударит по Сардинии. — Надеюсь, что наш дом выдержит, — пробормотал Дронго. — Иначе ураган снесет его, как домики поросят. — Вы этого тоже боитесь, — насмешливо уточнила она. — Мне вообще кажется, что вы трус, господин эксперт. — Вы пришли к этому выводу после того, как я разоблачил вас в прошлом году, когда вы едва не убили моего помощника, — уточнил Дронго. — Нет, не тогда. — А когда вы не решились сдать меня в прокуратуру, вручив мою судьбу моему супругу, на что вы рассчитывали? — Неужели верили, что он сдаст меня и решит посадить в тюрьму? Я ведь помогала ему, думала только о нем. — Такие люди, как вы, думают только о себе. — Возможно, — согласилась она. Но именно потому, что я думала о себе, я хотела пресечь деятельность шантажистов, которые могли серьезно повредить моему мужу. А это не входило в мои планы. По-моему, все нормально. Мы любим людей в силу собственного эгоизма и через призму личного благополучия. Мы хотим, чтобы им было хорошо, так как в этом случае будет хорошо и нам. По-моему, так думает каждый из нас. — Не каждый, — возразил Дронго. — Когда думаешь о счастье детей, то пытаешься сделать все, чтобы им было хорошо, даже если тебе самому будет плохо. Это как раз тот случай, когда ваш личный эгоизм ничего не значит по сравнению с вашими чувствами. Ведь любая мать, не задумываясь, отдаст свою жизнь и счастье за один лишний день жизни своего ребенка. Он знал, что у них нет детей, и поэтому сказал эти слова спокойным, будничным голосом, но удар был нацелен точно. Она вздрогнула. — Хотите сделать мне больно? Вам уже мало того, что вы сделали? — Почему вы каждый раз обвиняете меня во всем, что произошло? — По-моему, вы лично принимали решение, отдавая указания помощнику вашего мужа. Я только попытался исправить ситуацию. — Представьте, что могло бы случиться, если бы не я вышел на вас, а сотрудник прокуратуры или следственных органов. — Понимая, что вы можете сорваться, я предложил своему помощнику надеть бронежилет, и действительно вы дважды в него выстрелили. К счастью, пули не пробили бронежилет, хотя моему другу было очень больно. А теперь на секунду представьте, что в этой ситуации был бы другой следователь. Или обычный сотрудник уголовного розыска оказался бы перед вами. — Ваши два выстрела пришлись точно в живот. Сотрудник милиции сомневался бы недолго, а вас посадили бы не просто за случайное убийство, а за убийство офицера милиции, совершенное при исполнении им своего служебного долга. Там предусмотрено вплоть до пожизненного. — И вы сейчас не ходили бы в сауну с плейбоем и проповедником, а сидели бы в какой-нибудь отдаленной сибирской колонии, и Лев Давидович присылал бы вам передачи раз в месяц, если бы вообще присылал. — Хватит! — крикнула она помрачнее. — Перестаньте! — Благодетель человечества! Я не хочу вас больше слушать! И она поспешила подняться по лестнице. Дронго увидел входившего в дом Артура Бэкмана. — Не сыграли, понял он. — Ничего не получается, — пояснил футболист. Поднялся сильный ветер. — Я даже не знал, что здесь бывают такие порывы ветра. — Просто невозможно играть, мяч уходит в сторону. Вы не знаете, когда приедут наши. — Обещали к шести вечера, но у женщин время понятие растяжимое, особенно когда им нужно привести себя в порядок. Здесь время и деньги не имеют никакого эквивалента. — Учту, — улыбнулся Артур. — А вы так и не пошли со всеми в сауну? — Решил воздержаться. Стивен Харт ставил там свои эксперименты, а я не люблю, когда меня используют как подопытную свинку. Немного обидно. Бэкман улыбнулся. Я бы пошел, если бы не Глория, — признался он. Вы можете мне не поверить, но туда спустились не только наши гости, но и проповедник со своим секретарем. Представляете, какой мерзавец! Говорит о греховности наших помыслов и берет с собой в сауну красивую молодую женщину. Насколько я понимаю, он взял ее для поддержки, а не для плотских забав, — возразил Дронго. — Это сейчас так называется? — хмыкнул Артур. — Ладно, уже проехали. Пусть делают, что хотят. Только немного обидно. Я чувствовал себя то ли стариком, то ли отверженным. Можно было спуститься вниз, если бы не моя жена. Она меня дико ревнует ко всем остальным женщинам. Даже не представляю, как бы она отреагировала, если бы узнала, что я пошел туда вместе со всеми. — Ей не понравился бы ваш визит, — заметил Дронго. — Насколько я знаю, вы выступали в Испании. Там совсем другие правила. Если бы вы жили в Германии, возможно, она не так бурно реагировала бы на ваш поход в сауну. — Даже если бы мы всю жизнь жили бы в Германии и были стопроцентными немцами, она бы все равно меня ревновала, — признался Бекман. — Ну, это уже свойство ее характера. — И вашего, — напомнил Дронго. — Насколько я понял, вы тоже не всегда были идеальным образцом для подражания. — У меня иное положение. Я популярный футболист, у которого тысячи фанатов. Понятно, что среди них попадаются экзальтированные женщины, которые пытаются получить меня любой ценой. — А вы сопротивляетесь изо всех сил, — иронически закончил за своего собеседника Дронго. — Не всегда, — признался Артур, — иногда уступаю. Но это грехи, которые можно прощать. — Только не говорите об этом вашей супруге. Боюсь, что она так не думает. — Вот именно, — согласился Бекман. — Как вы считаете, этот ветер еще усилится? — Думаю, что да. Я слышал, что на Сардинию надвигается ураган. — Только этого не хватало. За нами утром должен прилететь самолет. — Насколько я понял, должны еще прибыть гости из других мест, — сказал Дронго. — Теперь остается только гадать, каким образом они смогут приземлиться. Артур кивнул ему, проходя к лестнице. Дронго посторонился. Он решил пройти в библиотеку, чтобы посмотреть, какие книги собраны у Чистовских на Сардинии. Проходя мимо гостиной, он заглянул туда. Тадеуш уже почти закончил свою работу. Все было готово к вечернему банкету. — Закончили, — уточнил Дронго. — Да, почти. Сейчас из Ниццы должен вылететь самолет, — пояснил Тадеуш. Там еда, которую повара приготовили по рецептам Алена Дюкаса и под его руководством. Если успеют проскочить, то примерно через час сядут на острове. Ветер усиливается. А остальные? — Ну, ваш тенор и гость из Рима. Они должны прилететь к семи часам вечера. Но нам уже передали, что после шести все аэропорты будут закрыты. На остров надвигается ураган. Боюсь, что он может помешать нашему торжеству. Дронго прошел в библиотеку. Большую комнату, заставленную стеллажами с книгами. Некоторые тома даже не разрезаны. Конечно, Альберт Чистовский не тот олигарх в малиновом пиджаке из бычьей шеи, украшенной золотой цепью, которые фигурировали в начале девяностых. Таких кретинов давно отстреляли соперники или разорили конкуренты. Если у человека не было мозгов для того, чтобы со вкусом одеваться, их хватило для того, чтобы наладить нормальный бизнес. Первоначальный капитал, который удавалось сколотить бандитам, перекупщикам, спекулянтам или просто мародерам, превращался в прах в течение нескольких лет. Именно тогда, когда следовало умножать свое состояние, вкладывая деньги в рентабельное производство или создавая новые компании. Здесь было довольно много книг на английском и итальянском, очевидно, для гостей. Но были и три полки с книгами на русском языке, среди которых выделялись сборники поэзии. Очевидно, хозяин или хозяйка дома любили русскую поэзию. Здесь были томики Блока, Есенина, Мандельштама, Пастернака, Бродского. Заинтересовавшийся Дронго взял Томик Бродского. Книга называлась «Бог сохраняет все». Он присел на диван и начал перелистывать страницы со знакомыми стихами. Первые стихи Бродского были читаны еще в сам издате, потом появились его книги уже в конце 80-х. Он дружил с Евгением Рейном и его супругой. Рейн был близким другом Бродского, путешествовал с ним по Венеции, которую великий поэт любил, и попросил похоронить его именно там. Может, Венеция напоминала Бродскому его родной Ленинград, из которого он был так безжалостно вышвырнут, и в который так никогда и не смог вернуться. Или не захотел. Кажется, кто-то из классиков сказал, что никогда не следует возвращаться в места, где был счастлив. И несчастлив одновременно. Бродский так и не вернулся. Весь этот город, некогда считавшийся одним из центров обитаемой вселенной и превратившийся в провинциальный городок на окраине Италии. Гронко ходил по улочкам и площадям, переходя с моста на мост, пытаясь постичь непостижимую тайну этого города. И не находил ее. Он не чувствовал равновесия в этом городе. Все было зыбко, ненадежно, непрочно. Может, поэтому меланхолия и грусти были его спутниками в Венеции. Даже венецианские карнавалы, обычно проводившиеся в конце зимы, не могли развеять этого непонятного чувства. В Венеции он чувствовал свои годы, словно отражавшиеся в черных водах каналов. Здесь не было той радостной ауры, которая царила в Париже или Барселоне, той созидательно-деловой атмосферы, которая была в Лондоне или Берлине, того безумного темпа жизни, который пульсировал в Москве или Нью-Йорке, даже застывшей историей, которая присутствовала в Риме или Стамбуле. В Венеции все было иначе. Может, поэтому Бродский и выбрал себе такое место для вечного упокоения. В кабинет вошла Грожина Чистовская. Она высушила волосы, приняла душ, переоделась. Снежане так и не удалось заставить ее раздеться в сауне. В ней слишком сильно сидели запреты ее родителей. Она увидела сидящего на диване Дронго, он поднялся при ее появлении. С тех пор, как он не пошел в сауну, она стала уважать его гораздо больше, чем прежде. И теперь увидела Томик Бродского в его руках. — Вы любите поэзию? — удивленно спросила она. — А почему это вас удивляет? — При вашей профессии и любить поэзию так странно. Представить себе следователя, который любит читать стихи, почти невозможно. Из литературы мы знаем, что не бывает ничего невозможного. Шерлок Холмс любил играть на скрипке, а Ниро Вульф обожал свои орхидеи. Это только в книгах. В жизни редко встречаются подобные сочетания. Расследование тяжких преступлений и любовь к поэзии Бродского — слишком разные вещи. Поэзия позволяет сохранять веру и любовь в эту жизнь. Веру в то, что вы в ответе за всю красоту этого мира. Так любил говорить один из английских королей, я с ним согласен. Только по моему глубокому убеждению, поэзию нельзя переводить и невозможно читать не в оригинале. К сожалению, я плохо знаю французский или немецкий языки. Чтобы читать Рансара или Гёте в подлиннике. Но зато я могу читать Бёрнса или Данте на языке оригинала. И, конечно, русская проза и поэзия как вершины мировой литературы. Вы знаете, я ведь филолог по образованию, улыбнулась она. И мне приятно это слышать от вас, нерусского человека. Я говорю это не для того, чтобы сделать вам приятное. По моему глубокому убеждению, мир делится ровно напополам. На мировую и русскую литературу. Ни одна страна в мире не может похвастаться прозой такой степени исповедальности и духовности, как русская. И дело не только в Толстом или Достоевском. Был еще и Чехов, пьеса которого ставят во всем мире и по-прежнему пытаются понять. Был Гоголь, саркастический смех которого породил вообще другую литературу. Что касается поэзии, то здесь, начиная с Пушкина, есть непревзойденные образцы высочайшей лирики. Поэты Серебряного века, поэты двадцатого века, всех не перечислишь. Как приятно это слышать, призналась она. Сегодня днем я пошла со всеми в нашу сауну и как будто попала в какой-то параллельный мир. Не понимаю я этих немцев, что они находят в подобных забавах. А сейчас я как будто перешла в другое измерение. — Вы тоже спускались вниз, — вспомнил Дронго. — Меня уговорила Снежанна. Кажется, она считает, что вы приехали сюда, чтобы вместе с господином Нарсией обмануть моего мужа и выманить у него деньги. — Завтра мы уедем, и вы нас никогда больше не увидите. Можете не беспокоиться, мне не нужны деньги вашего мужа. Она говорила неправду. — Значит, она уговорила вас пойти в сауну? — Да, я сначала сомневалась, но потом она меня убедила. Даже не знаю, каким образом. Наверное, мне было просто неудобно отказываться. Ведь в Центральной Европе все это в порядке вещей. Но когда я туда попала, то оказалось, что я совсем иная. Другое воспитание, другой менталитет, другая нравственность. У меня просто не получилось раздеться. Я обмоталась полотенцем и просидела на полке, пока все не ушли. Теперь у меня кружится голова, видимо, слишком долго сидела. — Насколько я понял, там что-то произошло между двумя парами. Стивен Харт с Амандой с одной стороны и Автандил с Изольдой с другой. — Это был настоящий кошмар, — призналась она. Мы делали вид, что ничего не замечаем. — Господи, вы слышите, какой ветер поднялся? Я даже не знаю, как прилетят наши гости. Так вот, они вели себя просто безобразно. — Откровенно флиртовали. Стивен с подругой Автандила, а тот с женой Стивена. Мне так показалось. И наш достопочтимый проповедник тоже пришел. Представьте себе, и даже привез с собой своего секретаря. Я теперь никогда не отпущу мужа в Германию с кем-нибудь из его сотрудниц. Значит, они могут там вот так запросто пойти вместе в сауну. Я даже думать об этом не хочу. Она не успела договорить. Когда дом потряс чей-то крик, он доносился откуда-то сверху. Хозяйка дома испуганно замерла, прислушиваясь. — Вы слышали? — тревожно спросила она, обращаясь к Дронго. — Мне показалось, кто-то закричал. — Мне тоже, — сказал Дронго. Это был женский крик. Крик раздался во второй раз. На этот раз женщина словно кричала слово «Нет!». Гражина оглянулась на дверь. Дронго поставил томик Бродского на место и поспешно выбежал из кабинета. На лестнице он столкнулся с Тадеушем. — Откуда кричали? — спросил сыщик, быстро поднимаясь по лестнице. — Кажется, со второго этажа. — сказал Тадеуш. — По-моему, оттуда. Я слышал два крика. В первый раз словно испуганный вскрик, а второй раз женщина закричала «Нет!». Они спешили на второй этаж. Здесь уже было слышно, что кто-то сдавленно плачет. Они бросились в правое крыло здания. Тадеуш рывком открыл одну из дверей. Первым ворвался в комнату. За ним вбежал Дронго. На кровати лежал человек. Дронго подошел поближе. Никаких сомнений не было. Убитый смотрел в потолок уже остекленевшими глазами. На простынях виднелись характерные пятна крови. Продолжение следует...